Торжественное открытие Центра микрохирургии глаза с символичным названием «Прозрение» началось с разрезания красной ленты. Затем министр здравоохранения Эдуард Бутба, начальник столичного управления здравоохранения Ирма Вуба, в сопровождении главного врача Астамура Гулари осмотрели Центр микрохирургии. Заглянули в диагностический кабинет, предооперационную, операционный блок. В диагностическом кабинете проводится первичный осмотр пациента. Медучреждение оснащено новейшим медицинским оборудованием из Японии, Германии, США. В Центре микрохирургии глаза «Прозрение» планируется проводить весь спектр операций на переднем и заднем отрезках глаза. Заложили в оборудование этот потенциал и в ближайшее время мы планируем развивать именно витрилитинальную хирургию. Это хирургия сетчатки, стекловидного тела. Для этого все в этой клинике есть. Операционный блок оснащен в соответствии со всеми техническими стандартами. Здесь установлена машина, позволяющая оперировать катаракту в течение двух-трех минут, после чего на реабилитацию пациента необходимо всего два часа. Здесь впервые в Абхазии завезен и установлен микроскоп, позволяющий оперировать на переднем отрезке глаза и на заднем отрезке глаза. То есть таких микроскопов в России несколько, то есть в регионах имеется в виду. Это ближайшие регионы – это Краснодар и Москва. И теперь у нас в Абхазии он стоит. В кабинете врача проводится биометрия глаза. Для этого в республику привезен и установлен биометр, который позволяет рассчитать до миллиметров оптическую силу хрусталика, что дает очень высокую точность оперативного лечения и высокие зрительные результаты. В медучреждении планируется использовать самые современные и лучшие расходные материалы. Клиника построена по принципу и образу крупных российских офтальмологических центров. Пусть будет здоровая конкуренция, пусть развиваются клиники. Пациент должен сам выбрать, в какую клинику он пойдет. Мы с Астамуром Александровичем переговорили. У нас есть и социально определенный пласт наших граждан, которые из малоимущих семей, которые из неблагополучных семей. Есть люди, у которых заболевания очень серьезные. И в этом формате определенные преференции будут даваться и Минздраву, и нашим гражданам. Мы в этом рабочем порядке все уже проговорили. Главный врач Центра микрохирургии глаза прозрения Астамур Гулария. Он долгое время работал в ведущих клиниках России. Довольно хорошо известен в хирургических, офтальмологических кругах. Центр микрохирургии глаза был открыт им, чтобы сделать качественную медицинскую помощь, доступной для граждан Абхазии. У меня всегда была мечта, чтобы дома был создан такой центр. Данная клиника не нацелена на коммерческую основу. Опять-таки повторюсь, что клиника нацелена на именно офтальмологическую помощь и сделать эту помощь доступной гражданам. У нас будут партнерские отношения с государством. Это так называемое частное государственное партнерство. И соответствующий ценовой сегмент будет обсуждаться непосредственно с министром и ни в коем случае не будет заваливать за какие-то космические рамки. Все оборудовано, куплено за частный счет. И вся клиника построена за частный счет. Большое очень вложение сделал министр здравоохранения. Он помог по организации. Он дал ряд очень ценных советов по организации самой клиники. В медучреждении уже есть первые пациенты, записавшиеся на прием. Более того, скажу, что у нас операционный день уже буквально через неделю. Первые пациенты ко мне поступают с диагнозами глаукома, катаракта. Вот таких пациентов – это первые пациенты, которые необходимо оперировать. Во время наших съемок в центр пришел пациент Рауль Амчба, по словам которого, здесь ему оказали помощь, благодаря чему ему удалось сохранить зрение. «Когда я уже полностью ослеп, это было, конечно, кошмарно дома. Это было очень тяжело дома для семьи и так далее. Мне просто за руку водили. И получилось так, что вы успели, обнадежили меня, приходили домой, за что я вам всегда огромную благодарность выражаю». Прием пациентов в Центре микрохирургии «Глазопрозрение» ведется с понедельника по субботу с 9 до 17.00.